В Махачкале 13.45. В студии Мара Багирова, редактор выпуска Шерепат Шульгина, звукорежиссер Светлана Сеид-Гусейнова. Министр труда и социального развития Мурат Кадеев в рамках рабочей поездки в Дербенский район встретился с матерями и женами участников специальной военной операции. В Хунчаших Магомедово и селении Музаим зоны специальной военной операции дожидается сразу четырех любимых мужчин – сына и троих внуков. Все они достойно несут службу в рядах российской армии. Недавно в отпуск вернулся один из внуков, у которого 10 месяцев назад родился сын. Дом приветливых Хунчиших Магомедовой полон гостей. Проведать родственника прибывшего из зоны специальной военной операции собрались все близкие. Мурат Кадеев также навестил матерей и жен погибших военнослужащих, проживающих в селах Аглаби и Хазар. Министр поинтересовался условиями их жизни, расспросил о социальных и бытовых проблемах, требующих оперативного решения, а также попросил озвучить мнение о качестве работы закрепленных за ними социальных работников. Решение всех озвученных проблемных вопросов семей Мурат Кадеев взял на личный контроль. Всем женщинам были вручены праздничные корзины и продуктовые наборы с товарами первой необходимости. Резван Газим Магомедов посетил семью героически погибшего в ходе специальной военной операции добровольца из Махачкалы Шамиля Магомедова. Побеседовал с супругой и родными, чтобы узнать, какую помощь нужно им оказать. Мэр рассказал, что уже направлено обращение в республиканскую комиссию с просьбой рассмотреть возможность назвать именем Шамиля Магомедова Школу номер 12 в Махачкале, которую он окончил. В ближайшее время планируется открыть мемориальную доску в школе. Будет также оказана вся необходимая помощь и семье Шамиля, и другим семьям махачкалинцев, отдавших свои жизни за безопасность и интересы нашей Родины, отметил Резван Газим Магомедов. Конечно, тяжело супруге, детям без отца, но мы их без внимания оставим, будем всегда вместе, пока они сами самостоятельно не станут. Я у родителей живу просто, с родителями. То есть, у кого у них тоже было? Если какая-то возможность есть, чтобы жильем как-то? Будет. Я же сказал тогда тоже. Обязательно мы поможем жильем. Мы специальный фонд Сергея Лимовича, мы говорили, создадим фонд. Я там предложил Республиканскому, мы будем туда квартиры от мецената, наш обеспечитель давать. Он говорит, посмотрим, может, отдельно в своем городе создашь, я все верно. Давайте Республиканскому, будем оттуда всем, чтобы ни одна семья, дети где остались, чтобы она не получила, квартиры не осталось. Поэтому обязательно квартиру вас еще не беспокоиться. Все, что в наших силах мы сделаем, чтобы они почувствовали себя без внимания, это самое малое, что мы можем сделать. Почему от Магомедалиева, отважная медсестра из Махачкалы, недавно вернулась из зоны специальной военной операции. Там она работала в военном госпитале. Мама троих детей, не задумываясь, отправилась помогать жителям Луганской области и нашим военным. О поездке и о том, как сильно маму ждали дома, рассказывает Наталья Алиплатова. Чувство смерти, вот это всего не было. Было то, что им надо помочь. Есть такие же медики, что им нужна помощь. И вот если была, помочь не будет. Совсем недавно Патимат Магомедалиева вернулась из Луганской области, где по зову сердца целый месяц работала в военном госпитале медсестрой. Работать приходилось по 12 часов в день. Видела всякое. Тяжелые ранения военнослужащих, операции, кровь и все это практически в полевых условиях. У нас было самое такое тяжелое отделение. То есть операционные, когда-то называли. Вот они были тяжелые. Вначале было тяжело, а потом уже привыкаешь, когда колью заходишь, как камера, ну вот они. О том, что в зону боевых действий требуются медики, Патимат узнала из социальных сетей. Не задумываясь, решила. Надо ехать. Подала заявку и буквально через два дня вместе с другими коллегами из Дагестана пересекла границу Ростовской области и оказалась в Луганске на СВО. Мы когда туда приехали, это было только открытый госпиталь. Два отделения только было там открыто. А мы приехали туда, потом мы тоже открыли еще две отделения. Там все вычищали. Дома у Патимат Магомеда Алиевой на тот момент остались трое детей. Сейчас они признаются, что очень переживали за маму. С нетерпением ждали и дождались живую и здоровую. Я сильно переживала за маму. Я боялась, что может случиться, что Аллах такая вещь. Из-за этого я каждый раз перед сном я боялась, я всегда задумывалась об этом, то, что мама может уничтать. И всегда я начинала читать молитву, чтобы мама приехала домой. И мама приехала домой? Живая здоровья. По возвращению из Луганской области Патимат вернулась к прежней работе в Республиканскую больницу восстановительного лечения. Здесь она трудится почти 14 лет. Встречали Патимат как настоящего героя, не скрывая слез радости за коллегу. И даже сейчас, если понадобится, хрупкая женщина с большим мужеством готова снова отправиться в зону боевых действий, чтобы помочь раненым и таким, как она сама. Свою лепту в поддержку военных вносят и представители шоу-бизнеса. Известная дагестанская артистка Кристина передаст весь свой гонорар от сольного концерта, посвященного 8 марта, в фонд «Все вместе». Наш концерт – это благотворительный. Все средства от этого концерта наша замечательная певица Кристина перечисляет в фонд «Все вместе». Средства от этого концерта пойдут нашим ребятам, которые сейчас в зоне СВО, на самой передовой линии. Да, чтобы они знали, что мы с ними, и чтобы поддерживаем их хоть как-то, что мы с вами могли здесь сегодня танцевать. Наши дети могли радоваться. Ну и... Я расскажу еще, друзья, об одной мечте. Тайная мечта, которую Кристина поведала буквально мне несколько минут назад, перед началом концерта. В ближайшее время она мечтает поехать туда, в зону СВО. И дай концерт для наших ребят. Поддерживай, я поеду, я поеду, я поеду, я поеду, я поеду. Депутат Государственной Думы Нурбагант Нурбагандов провел прием граждан. На прием пришли представители частной медицинской лаборатории, которые просят помощи с отправкой медикаментов в зону специальной военной операции. Парламентарий обещал помочь с организацией доставки гуманитарного груза военнослужащим из Дагестана. Всего Нурбаганда принял четверых заявителей с различными обращениями. Они касались социальной тематики, оказания юридической помощи, поддержки в трудной жизненной ситуации. ВЕСТИ-ФМ МЧС по Дагестану подвело итоги 2022 года. Качество работы ведомства было высоко оценено. Ведь помимо ликвидации последствий чрезвычайных происшествий, велась разъяснительная работа с населением. Совершенствовалась правовая база. Министерство отметило лучшие муниципалитеты по совместной работе, а также и телекомпанию ГТРК Дагестан. Все подробности в репортаже Магомеда Баширова. Основные усилия управления регионального МЧС в прошедшем году были направлены на обеспечение безопасности людей территории республики от чрезвычайных ситуаций природно-техногенного характера. Это и крупные пожары, происшествия на воде и нарушения транспортного сообщения и заселия и исхода лавин, а также аварии на дорогах. Главный проект МЧС в прошедшем Дагестан и МЧС в Дагестан ориентирован на усиленность службы, более тщательное проведение работ по надзорным мероприятиям. В конечном итоге от качества проведения этих мероприятий зависит безопасность, а жизнь в деятельности наших людей. Качество проведенной работы высоко оценил вице-премьер Рамазан Джафаров. Совершенствуется нормативно правовая база гражданской обороны и защиты населения. Улучшенная работа единых диспетчерских служб в районах создадут и региональную систему оповещения. Руководству республики, вам огромное спасибо за проводимую самостоятельную работу, за проводимую совместную работу с взаимодействующими органами, за достижение целей, поставленных на предыдущий год. Задачи, которые вы сегодня озвучили, они совершенно правильные, они нужные, важные, очень реализуемые при соответствующем подходе к их реализации. Я знаю и оценка полупредства нашего поиска ФО, деятельности главного управления МЧС по республике Дагестан, в целом министерство по чрезвычайным ситуациям. Не зря наше главное управление входит в пятерку лучших главных управлений среди субъектов Российской Федерации. Министерство отметило лучшие муниципалитеты по совместной работе. Грамотами и кубками наградили Кизельюртовский, Кизлярский и Хасайюртовский районы. Лучшим защитным сооружением гражданской обороны признана наша телерадиокомпания. Из рук вице-премьера грамоту получила директор компании Луиза Алиханова. Финалист шоу «Суперниндзя» и спасатель Адлер Межев получил благодарственное письмо за популяризацию профессии спасателя и высокую спортивную подготовку. Он оказался одним из лучших среди более чем 500 участников. В этом году я тоже собираюсь туда поехать. Это был, можно сказать, ознакомительный процесс. Вот сейчас я знаю, что нужно тренировать, как тренировать. Сейчас, в этом году, я прям буду готов. Большие задачи по совершенствованию работы стоят перед управлением МЧС по республике Дагестан и в текущем году. Всесторонняя поддержка федерального министерства поможет их решить. Сотрудники отдела собственной безопасности Управления Федеральной службы судебных приставов России по Дагестану регулярно проводят мероприятия, направленные на выявление фактов совершения коррупционных действий, как в отношении судебных приставов, так и сторон исполнительного производства. Так и сегодня до 18 часов по всем вопросам по данной теме можно обратиться в Республиканское управление судебных приставов по телефону 67-01-31. Пресс-служба ведомства напоминает, что своевременное обращение граждан с информацией о фактах коррупции будет способствовать искоренению этого негативного социального явления. В Махачкале отметили Всемирный день борьбы с глаукомой. Специалисты городской клинической больницы на площадке исторического парка провели ряд обследований и бесплатные консультации. Все желающие смогли оценить качество зрения, измерить глазное давление и получить рекомендации окулиста. Главная цель акции, в которой приняли участие более 800 человек, – своевременное выявление людей с подозрением на глаукому и направление их на дальнейшее дообследование в поликлинике по месту жительства. Новости культуры 14 марта в Русском театре – республиканский праздник встречи весны народов Дагестана – Возрождение. В колоритном ярком мероприятии примут участие творческие коллективы и исполнители из городов и районов республики. Зрители увидят традиционные обряды многонационального Дагестана, посвященные празднику встречи весны. Вести Спорт Массовый трейловый забег по горной местности «Дагестан Вилл Трел» состоится 18-19 марта. Маршруты будут проложены через ущелья, пики и плато со старыми аулами, сохранившими местный колорит. Так участники забега смогут в формате увлекательного бегового движения увидеть горный Дагестан. Место финиша всех дистанций – село Шамилькала Унцокульского района. Погода Дагестанский гидромедцентр сообщает. Сегодня по районам республики без осадков. Ветер юго-восточный – 6-11 метров в секунду. В горных районах юго-западный – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха – 9-14 градусов тепла. На севере республики местами плюс 19. По горным районам – 8-13, местами плюс 18. В Махачкале без осадков. Ветер юго-восточный – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха – 9-11 градусов тепла. Воды в море – 9 градусов.